Добрый вечер! В эфире муниципального телеканала «Итоговая программа». В студии работает Ирина Панфилова. И вот какими событиями нам запомнилась уходящая неделя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале недели мы провожали зиму. В этом году выдалось на снежное, не очень холодное. Кажется, прошло быстро, хоть и было в феврале на один день больше. Символично, перед началом весны в Петропавловске проводится большое аграрное совещание. На делоговую площадку приглашают североказахстанских сельхозтоваропроизводителей и их российских коллег. Здесь делятся опытом, не боятся говорить о проблемах, озвучивают планы на предстоящую посевную. Важно ничего не упустить и провести весенние полевые работы в срок, ведь это главный задел на будущий урожай. А в 2015-м он стал настоящей гордостью агрария. В 5,5 миллионов тонн хлеба собрались североказахстанцы. В этом году глава региона Ерик Султанов ставит перед земледельцами задачу планку не снижать. Для этого должны отобрать элитные семена, сделать запас горючосмазочных материалов и подготовить технику, которой предстоит работать бесперебойно. Если нужно будет, круглые сутки. Только начать работу нужно прямо сейчас, пока есть время что-то исправить. Заменить старые детали, а еще лучше обновить машины. Но это зависит от финансовых возможностей агроформирований. Кстати, в этом году гнать жандиры и классы из-за границы надобности нет. Приобрести новую современную сельхозтехнику можно, не выезжая за пределы нашего региона. На заводе Кастехмаш. Там же окажут и сервисную поддержку. Это значит, если возникнут технические сложности, помощь придет уже через несколько часов. Кстати, этой весной ученые рекомендуют начать сев с первых дней мая. Главное, чтобы погода не мешала, причем до самой осени. Тем более, что наш хлеб ждет вся страна. Ведь именно на долю северного Казахстана приходится треть республиканского каравая. Будет урожай, будут и рабочие места, и хорошая заработная плата, и умеренные цены на муку и хлеб. А еще наши аграрии смогут увеличить рынки экспорта зерна и пополнить местный бюджет. Планируется, что в посевной кампании 2016-го на полях региона будут работать порядка 44 тысяч человек. В общем, задач на ближайший год немало, как, впрочем, и всегда. Чтобы всех их обсудить, не хватило и двух часов. Такой был регламент областного агросовещания. Многие хотели выступить с трибуны, но выслушать смогли только четверых. О планах на урожай расскажет Ксения Куценко. В фойе областного драмтеатра представлены достижения аграрного сектора региона и российских коллег. Здесь образцы удобрений, сортов разных культур, информация о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей. С выставкой знакомятся специалисты отрасли и Акимобласти Ерик Султанов. Так масштабно поговорить о весеннеполевых работах аграрий Северного Казахстана и соседней России за последние несколько месяцев собираются уже второй раз. Непростые погодные условия прошлых лет заставляют корректировать годами налаженную работу. Сорты обновления, соблюдение сроков посадки, использование минеральных удобрений. Без всего этого невозможно получить хороший урожай. И подготовительные работы нужно начинать заранее, отмечает Ерик Султанов. В текущем году регион планирует засеять 4,4 миллиона гектаров. В целях своевременного проведения посевной кампании товаропроизводительной в области заготовлено необходимое количество семян сельхозкультур, из которых 3% элитной репродукции и более 80% выше. Готовится машино-тракторный парк. Мерами государственной поддержки выделено удешевленное дизельное топливо. Решены вопросы финансово, материально-технического оснащения, весеннеполевых работ. На данные меры планируется направить порядка 23 миллиардов тенге. Ежегодно наша область экспортирует порядка полутора миллионов тонн зерна. Есть потенциал и для дальнейшего роста, если не запускать земли и вкладывать деньги в предприятия, отмечает первый зам Акима Айдарбек Сапаров. Здесь речь и о приобретении новой техники, и об использовании новых технологий. Но далеко не все хозяйства заинтересованы в развитии. Допущено снижение по привлечению инвестиций в основной капитал в отрасли сельскохозяйства на 12,3% всеми районами, кроме Габита Мусурепова, Каинска и Тимираджеска. Наибольшее снижение приходится на Танчинский район 77%, район Махжан-Жумабай 48%, Аиртауский район 38%, Тазлажарский 32%. Крупные районы нашего региона, где работают успешные товаропроизводители, получается на сегодняшний день не вкладывать средства на развитие производства, а отвлекать их на другие нужды. Большую помощь аграриям оказывают разработки ученых. Особое внимание в разговоре – необходимость обновлять сорта семян. Наш регион активно сотрудничает с россиянами, где каждый год выводят новые виды зерновых и масличных. Вот образцы агрохолдинга «Курган-семена». На рынке компания уже десятки лет, а североказахстанцы – ее постоянные покупатели. Уже куплено предприятиями порядка 600 тонн этой только элиты. Ну и также заключенные контракты на поставку семян около 1000 тонн. Это в первую очередь Омска 36, это хорошо зарекомендовавший из себя сорт не только на территории России, но и в Казахстане. Это один из лидеров площади посева. Также сорт пшеницы Омска 38, который, имея интенсивный тип развития, обеспечивает хороший высокий урожай. Ну и наши новые сорта – это Урало-Сибирская и Тобольская, которые, хотя имея средне-поздний период вегетации, они обеспечивают очень хорошее урожай и высокое качество зерна. Одной из важнейших ролей играют сроки посева, оптимальные до конца мая. Даже неделя задержки сказывается на качестве урожая. Об этом упомянул сегодня, пожалуй, каждый выступающий. С рекомендациям Северо-Казахстанской опытной станции по всем зонам. У нас 8 зон совершенно различных. Первыми всегда должны высеваться сорта средне-позднего типа. Вот здесь они находят свое место. Вот начинаем мы посевную, надо все-таки больше процентов сеять здесь. Основательно может скорректировать планы лишь погода. Работать не покладая рук, следуя рекомендациям ученых. Такие тактика и стратегия дадут свои плоды, отмечают участники встречи. Тогда можно не бояться капризов погоды и суеверии. А вообще на практике високосный год, а 2016-й именно такой не будет отличаться от среднестатистических, считают аграрии. Но основные вопросы на совещании, конечно, больше касались рабочих моментов. Так, наверное, и должно быть, без высоких речей и громких высказываний. Единственное правило здесь, пожалуй, что посеешь, то и пожнешь. Так что вопрос обеспечения удешевленным дистопливом каждый год находится на контроле не только глав регионов, но и правительства. Этой весной проблем и задержек быть не должно, говорит зам Акима области Айдарбек Сапаров. Даже сегодня в кризис государство снова пришло на помощь аграриям. Только в Северный Казахстан в этом году отправят 65 тысяч тонн дистоплива. И получить его можно не к началу мая, а уже в ближайшее время. То, что на горючее покупатели найдутся, а может еще и добавки попросят, я не сомневаюсь. А вот на поставку удобрений, увы, заказов пока немного. Но без правильного ухода за посевами все старания аграриев могут быть напрасными. И тогда останется только подсчитывать потери. До этого, надеюсь, не дойдет. Хотя, конечно, чтобы защитить будущий урожай, аграриям надо будет вкладывать свои деньги. Обрабатывать это весной посевы от горчика хлеборобы будут из собственных средств. Хотя в целом государство продолжит поддерживать отечественных сельхозтоваропроизводителей. По программе «Агробизнес-2020» несмотря на финансовые трудности в стране, урезать бюджет на поддержку АПК в ближайшие три года не намерены. Только в 2016-м это 17,5 миллиардов тенге субсидий и на семена, и на гербициды, и на сортообновления. Чтобы заниматься сельским хозяйством, в нашем регионе немало свободных земель. Те, которые нерационально используются, решением суда возвращают в пользу государство. В прошлом году таких было 64 тысячи гектаров. В ближайшей перспективе эта цифра увеличится почти в пять раз. А это значит, североказахстанцы, те, кто хотят и готовы обрабатывать землю, сеять или разводить скот, смогут взять себе на дел. Кстати, земли хватит не только местным предпринимателям, но и инвесторам. Так, во всяком случае, считают в областном Акимате. Наш регион с каждым годом становится все более привлекательным, к примеру, для россиян. Соседи по Евразийскому экономическому союзу – частые гости в Северном Казахстане. Вот курганцы, например, во время делового визита в наш регион заявили о желании строить у нас завод. Мы хотим развить совместное предприятие по производству и сборке нашего оборудования. Мы производим дорожную технику, которая строит и обслуживает дороги. И это не единственный проект, который хотят реализовать в нашем регионе россияне. Заключить меморандумы планируют в ближайшее время. Стартовая сумма договоров ориентировочно составит порядка 400 миллионов тенге. Конечно, пока рано говорить о выпуске продукции и ее реализации. Но открытие даже небольших предприятий – это в первую очередь создание новых рабочих мест. Но это всегда делает акцент глава государства Нурсултан Назарбаев. Кстати, в президентских программах и реформах затронуты не только вопросы экономики, но и экономии. На уходящей неделе обсуждали тему энергосбережения и повышения энергоэффективности. С 2012 года казахстанские предприятия проходят специальный аудит. По словам столичных экспертов, наш регион добился в этом неплохих результатов. В целом, по проведению энергоэффективности выявлен потенциал энергосбережения. В разных отраслях экономики по-разному, но средний потенциал энергосбережения от 15 до 40%. Кстати, успеть пройти энергоаудит предприятия должны в течение 4 лет, то есть до июля этого года. По состоянию на 1 марта текущего года из 495 субъектов информацию предоставили всего 53 субъекта. По отчетности прошлого года у нас даже имеются субъекты, которые уклоняются от предоставлений данных. Меры воздействия на такие компании нашли сразу, им грозят штрафы. Вместе с тем в регионе есть и положительные примеры экономии электричества. В больницах и поликлиниках старые свидетельные приборы меняют на новые, энергоемкие. А вот фирма «Сапронат» устанавливает в сельских школах пиролизные котлы собственного производства. И это я говорю только о том, что касается гособъектов. В последние годы активно за экономию взялись и простые потребители. Современные приборы учета тепловой энергии появились почти в 300 домах Петропавловска. Многие уже сейчас считают прибыль. Еще сильнее выгода станет видна со следующего года, когда в стране ведут дифференцированную оплату за тепловую энергию. Моя коллега Ольга Загоройко познакомилась с председателем КСК, который несколько лет назад установил в многоэтажке тепловой счетчик и узнала, сколько удалось сэкономить. В доме номер 21 по улице Сутешево 152 квартиры. Прибор учета теплоэнергии жильцы установили 4 года назад. По словам председателя КСК Ирины Поляковой, долго уговаривать никого не пришлось. Все понимали, экономия будет хорошей. Средний тариф в этом отопительном сезоне составил 56 тенге. Это на 39 меньше обычного. Есть и другие плюсы. Выгода в том, что мы можем сами отключиться, когда другие будут ждать. И то, что если сильно жарко, то сотрудник штатный сантехник может убавить подачу теплоэнергии. Помимо этого, по программе ЖКХ в модернизации крышу, кровлю поменяли и техэтаж утеплили. Со следующего года для населения, не имеющего общедомовых приборов учета тепла, тариф увеличится на 28%. В целом за 5 лет он повысится для них на 70%, а для тех, у кого есть счетчики, на 41%. Кстати, в рамках госпрограммы поставить их можно будет в рассрочку. На эти цели из республиканского бюджета выделено 386 миллионов тенге. Для того, чтобы потребитель в течение 4 лет мог рассчитаться за данные приборы учета, в среднем по расчетам выходит, что ежемесячные платежи с одной квартирой, в зависимости от квадратуры, в среднем выходит порядка 200-350 тенге в месяц. В рамках новой госпрограммы специалисты Севказэнергосбыта уже установили приборы учета в 10 домах областного центра. Средняя стоимость – около 800 тысяч тенге. Мы берем на себя четырехгодичное техническое обслуживание данного приборов учета. Через 4 года нами бесплатно будет проведена, которая входит уже в стоимость приборов учета, будет проведена первая поверка данного приборов учета. Сейчас счетчики установлены в 288 домах Петропавловска. В рамках программы в этом году планируют поставить еще в 148. Вы смотрите программу «Обозрение» и мы переходим к другим темам. 1 марта – Всемирный день гражданской защиты. Помимо казахстанцев, его отмечают жители еще 53 стран. Накануне праздника на одной из центральных площадей Петропавловска спасатели демонстрировали свою готовность к чрезвычайным ситуациям. Вся спецтехника, выставленная на улице, находится на вооружении областного ДЧС. Сюда пригласили школьников и непросто посмотреть. Разрешили посидеть и за рулем пожарной машины, посигналить, а смельчаки могли подняться на специальной лестнице на 20-метровую высоту. Конечно, от такого шоу пришли восторг не только мальчики, но и девочки. Для них это почти как сыграть главную роль в блокбастере – почувствовать себя супергероем. И если не спасти мир, то пообщаться с теми, кто делает это каждый день. Никаких спецэффектов, 3D-графики и дублеров. Здесь все было по-настоящему. Возгорание ликвидировали при помощи специальной пены. Как обычно пишут в сводках, жертв и пострадавших нет. Кстати, спасатели несколько дней на этой неделе демонстрировали свои способности справляться с экстремальными ситуациями. В четверг тушили пожар в Казахском музыкально-драматическом театре. Не пугайтесь, он был ненастоящим. Это один из сценариев республиканских командно-штабных учений КОКТЕМ-2016. Хотя с виду все выглядело вполне реалистично. Более полусотни спасателей, порядка 10 единиц пожарной техники. И самое главное, с поставленной задачей огнеборцы справились на пятерку. Это хорошо, что в огне они не горят. А вот как будут бороться с большой водой? Об этом расскажет Ксения Куценко. Пока на улице минусовая температура, самое время проверить готовность спасательных служб к паводку. С этой проблемой приходится справляться ежегодно. 2016-й не станет исключением, говорят спасатели. По данным Казгидромета, запасов снега превышает с прошлым годом в два раза. В некоторых районах и в три раза. Департамент по чрезвычайным ситуациям и местные исполнительные органы проводим всю необходимую работу для предупреждения и ликвидации данной чрезвычайной ситуации. По легенде учений, да и в реальности, здесь в районе Подгора есть угроза подтопления. Река Ясиль совсем рядом. Чтобы преградить путь в воде, укладывают мешки. В них белая глина, которая не даст воде разливаться дальше. Каждый весит более 50 килограммов. Уже на месте полиция, скорая помощь энергетике. Для жителей привезли горячий чай. По громкой связи сообщают ОЧС. Организуем подвод для обеспечения топлива, подействуем для обеспечения системного осторожности. Подгора хромзавод, заречные, дачные участки рядом с водоемами. Эти районы города под угрозой. Главная цель спасателей – не допустить подтопления жилых домов и дорог областного центра. В 10 часов поступило водное. Все службы областной системы сработали, слажено. Быстро организовано есть взаимодействие между службами. Можно сказать, что служба наша готова. В регионе 39 населенных пунктов, которые весной находятся под угрозой подтопления. В каждом из них специалисты готовы к ликвидации ЧАЭС. В этом году на противопаводковые мероприятия выделено 277 миллионов тенге. И эта сумма, если будет нужно, увеличится. В случае чего на помощь оперативно придут и спасатели, и полицейские люди в белых халатах. Ктазис 1 марта в республике вступил в силу закон об обязательном социальном медицинском страховании. Пока его пункты нас не коснутся, взносы мы начнем перечислять с нового года. Наш корреспондент Александр Солмина решила узнать, чего нам ждать от медицинских полисов. Гарантия защиты здоровья. В первый день весны вступил в действие закон об обязательном медицинском страховании. Это реализация 80-го шага плана нации. В новой системе будет два пакета медицинских услуг. В первый базовый входит скорая помощь, санавиация, вакцинация и спасение от особо опасных и социально значимых заболеваний. На них могут рассчитывать все граждане Казахстана. Эти услуги будут бесплатными. Но есть и другая категория. Второй пакет, он называется страховым. То есть, соответственно, его будут получать те лица, кто вносил страховые взносы. И уже получать оплату будут идти за эти услуги из самого уже фонда. Значит, предусматривается в этом пакете у нас амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь, стационарно-занамещающая помощь, восстановительное лечение, реабилитация. Высокотехнологическая помощь тоже входит в страховой пакет. Особых изменений многие не почувствуют, говорят медики. Больше плюсов в этой системе для иностранцев и людей без гражданства. Которые могут быть уверены, им точно помогут. Но лишь в том случае, если они станут участниками фонда страхования. Перечислять деньги должны также работодатели за своих подчиненных и самозанятые граждане. Отмечу, от уплаты в фонд освобождаются 15 категорий граждан. За них это будет делать государство. Дети, многодетные мамы, участники инвалидов Великой Отечественной войны, лица, зарегистрированные в качестве безработных, обучающиеся в научной форме обучения, беременные, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, и лица, отбывающие наказание. В этот список также входят пенсионеры, военнослужащие, сотрудники правоохранительных и специальных госорганов. Ежемесячные взносы начнут перечислять уже с 1 января следующего года. А пока в стране только идет подготовка к большим изменениям. Кстати, получить медицинский полис можно будет в любой страховой компании. Это еженедельная итоговая программа МТРК, и мы продолжаем. А теперь давайте поговорим о том, что любят все без исключения, о праздниках. 1 марта казахстанцы впервые отметили День Благодарности. В феврале на дорогах стояли лужи, а в начале весны вдруг выпал снег. Однако настроение североказахстанцев это нисколько не омрачило. На встречу с главой региона они пришли без опозданий, чтобы еще раз поблагодарить друг друга за мир и толерантность, за то, что в нашей республике ни одному из этносов не тесно. И стоит отметить, День Благодарности решили праздновать именно 1 марта, в день рождения Ассамблеи народа Казахстана. По случаю двойного торжества Акимобласти Ерик Султанов вручил группе наших земляков награды. Кристина Горбаченко расскажет, как в Северном Казахстане праздновали новую дату. Встретиться с представителями разных этносов в первый день весны – теперь два повода. Глава региона поздравил собравшихся с Днем Благодарности и Днем Рождения Ассамблеи народа Казахстана. Это праздники, когда все жители страны еще раз говорят спасибо президенту за политику межэтнического и межконфессионального согласия, за мир и дружбу. Мы гордимся, что наша Североказахстанская область является одной из самых многонациональных в республике. В том, что сегодня на нашей земле мир и согласие несомненно, большая заслуга всех североказахстанцев – результат успешной работы областной ассамблеи народа Казахстана. Летераны областной ассамблеи вспоминали, каких родные, и они сами попали в нашу страну. Член русской общины Владимир Тимошин в начале прошлого века приехал в Североказахстанскую область из Поволжья. Ему пришлось пережить не только ссылку в чужую страну, но и военные годы. На всю свою сознательную жизнь запомнил я свое детство, военное детство, то лихолетие. Я бы не хотел молодому поколению, чтобы им пришлось так жить. Село, нет электричества, какая-то машинешка полуторка, и та не рабочая. Все на фронте, а мы дети, старики и наши мамы трудились. Будучи на пенсии, принимает активное участие в общественной жизни региона. Пишет стихи. Сборник собственных сочинений о жизни своего поколения Владимир Тимошин вручил Акиму области. В 1937 году в Казахстан депортировали более 100 тысяч корейцев. Сейчас в нашей области представителей этой нации проживает около 500. Евгений Хан рассказывает, как казахи спасали переселенцев от голода. Для нас вот в эту зиму 1937 года лепешка, которой поделились с нами наши земляки, коренные здесь жители казахи, были спасением. Все эти люди знают цену дружбы народов и жизни под единым шанераком. Поэтому делают все, чтобы сохранить в стране единство и согласие. Выступала и молодежь областной ассамблей народа Казахстана. Это иранцы, татары, турки, таджики и азербайджанцы. Все они родились уже в независимом Казахстане, обещая трудиться на благо своей родины. У азербайджанцев принято желать своим друзьям и добрым соседям мира и добра, чтобы в небо запускались белые голуби, а не оружейные залпы. И мы всегда будем помнить доброту казахского народа, который протянул руку помощи нашим предкам, репрессированным в казахстанские степи. Сегодня все мы граждане одной страны, республики Казахстан. И у нас одна цель – жить в мире и работать на благо своей страны. За многолетний труд, за личный вклад в укрепление межэтнических отношений семи североказахстанцам Ерик Султана вручил благодарственные письма. А вообще этот новый для Казахстана праздник, День Благодарности, в нашем регионе отметили широко. От народных гуляний в этот раз воздержались, зато провели красочный фестиваль этнофэшн, чтобы еще раз подчеркнуть национальный колорит народов, проживающих в нашей стране. Еще были классные часы в школах, концерт в различных организациях, театральные постановки. Но это все, что касается культурно-развлекательной части праздника. В День Благодарности у каждого из нас была возможность сказать друг другу спасибо, помочь тем, кто в этом нуждается, и вспомнить о ветеранах. По инициативе областной ассоциации перевозчиков с людей преклонного возраста 1 марта на городских маршрутах не брали денег за проезд, а в областном центре крови чествовали почетных доноров. Для маленьких североказахстанцев из малообеспеченных и многодетных семей организовали бесплатные посещения детских развлекательных центров. Первый месяц весны вообще богат на праздники, подарки и поздравления. 8 марта, пожалуй, один из самых любимых, во всяком случае, у женщин. Сегодня они успевают успешно совмещать работу, воспитание детей, семейную жизнь и общественную деятельность. Нас почему-то принято считать слабым полом, но то, сколько могут сделать женщины за один день, месяц или целую жизнь, мужчины вряд ли подсчитают. Но главное, чтобы оценили. Каждый год представительница прекрасной половины человечества с 8 марта поздравляет глава региона. Ерек Султанов в преддверии праздников в этот раз навестил вдову фронтовика, многодетную мать Кульке Аубакирову и ветерана войны Анну Васянину. С самого утра у многодетной матери Кульке Аубакировой в полный дом гостей, а стол ломится от угощений. Здесь всегда всех встречает радушно. В преддверии 8 марта навестить вдову инвалида войны обещал глава региона Ерек Султанов. Время до встречи еще есть, поэтому Кульке АПА охотно беседует с журналистами, делится радостями и горестями жизни. Семья враг народа. Когда отцу забрали, нам спокойнее не давали. Нашу семью. Тоже хотели отправить Карла, маму искали. Лесу спрятили, чтобы нас не нашел. Вместе с супругом Аскаром Кульке АПА воспитали 12 детей. Каждому смогли дать достойное образование. Мама насучила трудолюбие. Самое главное, что прививала к работе. Постоянно стараемся, чтобы она всегда была здоровой. Праздник международный, женский день. Мы, наверное, в первую очередь поздравляем маму, потом уже остальных. Да, обычно здесь все собираются, дети. Кульке АПА с радостью принимает подарки от главы региона Ерика Султанова. Букет роз и корзину с фруктами и сладостями. А дальше душевная беседа. Я приехал специально для того, чтобы поздравить вас с праздником. Желаю вам здоровья, благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут ваши близкие. Ерик Султанов интересуется здоровьем пенсионерки. Рассказывает о развитии северного края. Кульке АПА эта тема интересна. Она пишет стихи, посвящает их любимому городу и президенту. В благодарность за внимание в прошлом году Нурсултан Назарбаев отправил ей в подарок холодильник. Уже заждались Ерика Султанова и в этом доме. Гостей Анна Васянова она ветеран войны всегда встречает при полном параде. Считает ухоженной и элегантной, женщина должна оставаться в любом возрасте. Тем более в канун весеннего праздника. Мы отвечаем у меня, потому что я не выходная. Идут, наверное, не все, потому что все на работе. Ерик Султанов желает фронтовику здоровья и обещает прийти на 100-летний юбилей. Хороший праздник сейчас. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу мудрость, опыт, которым вы всегда делились и делитесь. Такая биография у вас. Вы прошли фронт, после войны еще работали. В годы войны эта хрупкая женщина трудилась в военном госпитале, была ординатором хирургического отделения. Не сняла белый халат Анна Акимовна и в мирное время посвятила свою жизнь медицине. В Северном Казахстане осталось всего 212 ветеранов войны. Больше половины из них живут в Петропавловске. Ерик Султанов поздравил и бизнес-леди. А еще на этой неделе пожелания от Акима области принимали самые активные женщины Северного Казахстана. Учителя, врачи, доярки, работницы сферы культуры и средств массовой информации. По традиции они собрались в Петропавловске. Кристина Горбаченко расскажет подробнее. Окрыленные мечтой фойе театра организовали выставку. Здесь фотографии самых успешных и известных североказахстанок. Женщины поздравляют друг друга с праздником, а элегантные мужчины в форме дарят дамам цветы. В первом ряду золотой фонд страны, многодетные матери. Галина Масленникова воспитывает семерых детей. Старшему сыну 24 года, младшему сыну год и 9. Прививаем детям духовное образование. Героиням заслуженные награды. Галине Масленниковой глава региона вручил подвеску Алтын-Алка. Жительница Мамлюцкого района Гульмира Кашанова и Алия Шайхина из Петропавловска удостойны подвесок Кумы-Салка. 23 североказахстанки за вклад в социально-экономическое развитие региона в честь Международного женского дня получили почетные грамоты Акима области. В их числе и патронажная медсестра Зоя Балашова. Трудовой стаж в 40 лет она заработала в Краснознаменском фельдшерско-амбулаторном пункте Мамлюцкого района. Работаю я уже 40 лет на одном месте, осматриваю ребятишек, помогаю каждой семье, чтобы было здоровье. В такой весенний день хочется в лице всех медработников Мамлюцкого района поздравить всех женщин нашей области с женским днем 8 марта, с весенним праздником. С наградой уйдет домой и Жанар Кинжибаева. Судьей работает больше 10 лет. Большое спасибо Акиму области за высокую оценку. Это результат работы всех судей Североказахстанской области. Благодаря мудрой политике главы государства мы отмечаем такие светлые праздники. Всей страной чествуем женщин. Всем хочу пожелать мира, благополучия, добра, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Еще 10 женщин получили от главы области благодарственные письма. Ерик Султанов поблагодарил Североказахстанок за их труд и отметил, что роль современной женщины сегодня трудно переоценить. Без вас, дорогие женщины, сегодня невозможно представить сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Все больше женщин выбирают мужские профессии и добиваются признания на нелегком трудовом поприще. Только в органах внутренних дел сегодня несут службу 325 североказахстанок. В какой бы сфере ни трудились североказахстанские женщины, они вносят огромный вклад в развитие нашего региона. Но вместе с тем вы остаетесь нежными и очаровательными, внимательными и отзывчивыми. Дорогие женщины, от чистого сердца поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия. Подарок женщинам большой праздничный концерт. На сцене в основном мужчины. Особенно порадовали виновниц торжества юные артисты. Пригласили на концерты гостей. Специально для североказахстанских женщин выступили солисты фонда «Таланты мира», российские исполнители. Алексей Сулимов и Александр Краснов. В ответ прекрасные дамы дарили артистам свои улыбки и аплодисменты. Управлять башенным краном или трактором, строить дома и дороги, руководить заводом, ловить преступников, стоять за станком. Мы можем взяться за любую работу. Героиня нашего следующего сюжета отдала большую часть своей жизни Петропавловской ТЭЦ-2. Так начинаются все будние дни Гульнары Жаразбаева. За годы работы на ТЭЦ-2 она изучила каждый сантиметр котельного цеха. Более 30 лет назад устроилась сюда машинистом-обходчиком по котельному оборудованию. Сейчас она заместитель начальника данного цеха. У нее в подчинении более 70 человек. Если некоторые девочки мечтали быть стюардессами, продавцами, врачами, я всегда хотела быть просто сварщиком. При выборе профессии, когда у меня стал вопрос, куда идти, я выбрала энергетику. И думаю, что я не ошиблась. Ей не раз приходилось справляться и с авариями в котельном цехе, признается женщина. Благодаря профессиональному коллективу все поломки устраняли быстро. Здесь более 11 котлов, за всеми нужно внимательно наблюдать, чтобы и давление, и температурный режим были в норме. Даже был и пожар когда-то, сама седьмой турбины. Но дело в том, что у нас грамотный персонал, поэтому в такие ситуации для нас это решаемо и выполнимо. В Петропавловск Гульнара Жаразбаева приехала по распределению после окончания Алматинского энергостроительного техникума. Здесь же вышла замуж. У нее двое детей, которые гордятся своей мамой. Я считаю, главное предназначение женщины быть матерью, заботливой, нежной, терпеливой и мудрой. Когда в доме слышен детский смех, это самое большое счастье. Это знают мамы, которые воспитали одного ребенка и те, кто больше шести. Обладательницы подвесок Алтын-Алка и Кумы-Салка принимали на этой неделе поздравления от такима города Марата Тасмаганбетова. Их традиционно чествуют в преддверии 8 марта. Светлане Ивановой за улоби Сколь, конечно, пока далеко до этих женщин. У нее всего четверо детей. Но родились они в один день. Маша, Катя, Лиза и Тоня – четверняшки. Чтобы вырастить и воспитать столько маленьких принцесс, семье стоит очень больших усилий. Мама будет у меня, словно солнце красное. Меня согреет теплотой и улыбкой ясной. Это стихотворение Лиза подготовила к празднику. А ведь еще 6 лет назад Светлана только мечтала о таком подарке. Больше 10 лет в семье Ивановых не было детей. Счастье пришло в их дом в 2011-м. И не одно, а сразу четыре. Самое главное счастье в нашей жизни случилось 11-го, 06-го, 11-го. Тогда на свет появились наши четыре прекрасные дочери. Мария, Екатерина, Елизавета и Антонина. Очень сложно было какое-то время, но нам помогали наши бабушки, наши дедушки. Сейчас они уже взрослые, сейчас они сами помощники. Бегите к своим кроваткам, быстро. Несмотря на то, что девочки-четверняшки, характер и внешность у всех разные. Катерина главная непоседа, ее только успевают ловить или снимать с деревьев. Маша, первая мамина помощница, любит все делать по дому, увлекается рисованием. Лиза упрямится, модница и сластена. Играть ей нравится только с мелкими игрушками. Не по-детски рассудительная растет маленькая Тоня. У нее на все есть свое мнение, которое она охотно высказывает. Одежду для девочек и подарки в празднике родители стараются покупать одинаковые, либо по желанию каждой из сестричек. 8 марта для главы семейства праздник особенный, ведь угодить нужно разом пятерым. Покупаю всем цветы, всем девочкам и маме и сладости. Девчонки, пойдемте обед готовить, накрывать на стол. Сначала все надевают фартуки, без этого никуда. Ведь накрывать на стол – одно из любимых занятий маленьких помощниц. Да и обедать вместе куда интереснее. Девчонки любят рисовать принцесс, феи и сказочных героев. Сегодня, наверное, по случаю праздника Тоня изобразила цветы. А еще малышки частенько устраивают родителям концерты. Недавно выучили новую песню. Дорогие женщины, я вам желаю хорошо отметить эти праздничные дни, получить максимум положительных эмоций, море цветов, подарков и зарядиться позитивом. Не забудьте, 7 марта начинается Масленица. А значит, через неделю мы будем торжественно провожать зиму и встречать весну. Но об этом уже в следующем выпуске нашей программы. Она выйдет, как всегда, в воскресенье вечером. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин